Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizosan.ru И давайте я вам расскажу о погоде в Египте в сентябре, октябре, ноябре, то есть осенью. Стоит ли туда ехать и что ожидает туристов? Вот смотрите, погода в Египте. Осенью у них в принципе один из классных сезонов. Наряду с апрельем, маем это октябрь, первое половина ноября, второе половина сентября. В первой половине сентября у них еще продолжается такая жара, как в августе. То есть еще достаточно жарко, то есть днем может 34-35, но опять средняя температура. Ночью где-то тоже тепло 25-26, температура воды может быть 28-29 градусов. То есть еще продолжается летняя жара, возможно отдыхать не слишком комфортно. Сразу дам совет. Вот смотрите, если вы хотите, чтобы было попрохладнее, в Хургаде чуть попрохладнее на пару градусов, чем в Шарм-эль-Шейхе. В Хургаде больше дует ветров. То есть если вы хотите поехать в первую половину сентября, именно по погоде, то лучше ориентироваться на Хургаду. И сразу скажу, в конце ноября, когда становится прохладно и дует ветра, лучше ориентироваться на Шарм-эль-Шейхе, так как там будет потеплее. Я говорю, погода в принципе классная, но вот что еще в ноябре не особо удобно. На экскурсии сложно ехать на экскурсии, так как самые интересные места это Каир, Люксор. Каир, Люксор, всегда погода еще выше, она там может быть ближе к 40 градусам. То есть, конечно, очень жарко, но чтобы это увидеть, стоит сюда приехать однозначно, хотя бы на дневную экскурсию. Ну, жарко, некомфортно по экскурсиям, ну, не слишком комфортно будет ехать. Если вы все-таки едете в первой половине сентября, ну и вообще в любое время, пользуйтесь солнцезащитными кремами максимум. Вот смотрите, вот оденьте такую хлопчатобумажную рубашку, чтобы она закрывала, допустим, вот она еще с капюшоном, все ваше тело, особенно в первые дни, чтобы не сгореть. И лучше где-то, ну, в обед там с 12 до 3 находить в тени, особенно если вы с детьми, первые дни находить в тени, чтобы сразу не сгореть, так как, ну, я реально свой опыт говорю многих других туристов, чтобы в первые три дня не были красные, потом не облазили и вас, и не мучились весь отдых. Самый классный, обалденный сезон для отдыха в Египте – это октябрь. Погода становится как раз самой то, что надо и для купания, и для загорания, и можно съездить на экскурсии. Погода где-то становится 29-32 градуса, ну, 28-30, ну, я говорю, потому что Хургады и Шарм-эль-Шейха у них разница в 2 градуса. Море еще остается очень классным, то есть температура, например, воды где-то 26-27 градусов, 25, возможно, там в Хургаде. То есть еще нету ветров, даже если они есть, они такие, не внесут холод, а несут прохладу. Поэтому это время очень-очень классное для отдыха. И многие как раз туроператоры рекомендуют, и туристы едут отдыхать в октябре. На экскурсиях тоже уже не слишком жарко, можно съездить, отдохнуть. Классное время для отдыха с детьми. Вот, смотрите, ноябрь. Ноябрь уже у египтян считается таким началом зимнего сезона, такого холодного сезона, когда, допустим, начинаются ветра, они уже начинают теплую одежду, курточку. Но первой половины ноября вода в море, вот на улице становится уже, допустим, 27-26, первой половины ноября. Ночью может становиться 20-21, то есть уже будет прохлад. Но вода еще остается, например, 25 градусов, там 24-25 градусов. То есть вода достаточно теплая, классно купаться. Опять же, если лучше ехать в Шар-Мальше, где поменьше ветров, там потеплее на пару градусов, в ноябре там отдохнете лучше. Ну вот еще какой классный момент. В ноябре очень, например, классно съездить на экскурсии, потому что экскурсии, ну, уже становится вот как раз в этих местах одна из самых комфортных погод. В 30 градусах, допустим, в Люксоре, в том же, в Каире, можно классно сгонять. Ну вот, конец сентября опять, как вам повезет. Может, например, начаться ветра. Смотрите, погода будет где-то 23-26 градусов. То есть по температуре вроде бы все нормально. Еще вода 24-25, не успело море остыть. Но в Египте есть такая особенность. Посмотрите мое видео подробнее о погоде в Египте, что там начинаются как раз зимой очень сильные ветра, могут сносить лежаки. И, допустим, на градуснике 26 дует такой ветер, что просто даже очень некомфортно купаться, зайти в море. И при такой температуре, может, даже днем надевать кофту, а вечером уже вы будете ходить, допустим, в куртке, ну, в осенней. То есть если вам повезет с ветром, вы отдохнете классно, если его не будет. Если не повезет, можете попасть в такие условия некомфортные, что будете залезать в море на несколько минут, вылезать, ну, и некомфортно отдохнете на пляже. Опять же, если вы хотите, чтобы вам побольше повезло с погодой, езжайте в конце ноября лучше в Шарм-эль-Шейх, где потеплее на 2 градуса. И Шарм-эль-Шейх, он более защищен от ветров, расположен в таком месте, которое в целом более защищено от ветров, чем в Хургаде. То есть там они меньше. Вот такая вот погода в Египте осенью, в сентябре, октябре, ноябре. Вообще, я сам советую, если ехать, то ехать в октябре. Например, в ноябре для меня уже гораздо лучше поехать в Гуа, где точно светит солнце, 30 с лишним градусов, нет никаких ветров. В ноябре у меня день рождения, часто я его проводил именно в Гуа. То есть я в Египте, ну, я в Египте не это... Мне не нравится Египт в ноябре. Если вдруг не угадаешь, можно попасть на ветра. Ну все, всем пока. С вами был Борис Искалов с сайта виза-сам.ру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно, делитесь своими впечатлениями об отдыхе в Египте, когда вы были, в какое время года, понравилось ли вам отдыхать, не понравилось. И вот сразу скажу, ну вот в ноябре, из-за того, что считается у египтян уже начало холодного сезона, может, снижаются цены. То есть если вы поймаете хорошую погоду, то вы можете поехать по более низким ценам отдыхать. Поэтому сами думайте, стоит или не стоит. Ну все, пока-пока.